Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет замужем, сын 3 года. Когда мне было 11, умерла моя мама, я осталась с отцом и бабушкой, мать отца. Отец в сущизме вел себя как большой ребенок, алкоголик, который бы на некоторое время получалось скотировать. Эгоист. По сути, никогда не говорил мне, что любит меня, а при попытках выстраивать с ним отношения отец в дочь, это всегда приводило как рейс с его стороны. В итоге, как сейчас я понимаю, уже осталось для него матерью, когда умерла еще и бабушка, мама, когда была живая, все тянула на себе, таскала сумки с продуктами, все по дому делала сама. В итоге, сейчас у меня прекрасный муж, которому я не даю мне помогать вообще, постараюсь сценарий матери. Отказываю себе во всем, пытаюсь тянуть все на себе сама, не могу ни о чем из него попросить, хотя он настаивает, предлагая свою помощь, я окружила его гипноопекой, вплоть до того, что только я должна подавать своему еду, потому что только я знаю лучше, сколько налить майонеза. Наш сын почему-то ставит моей иерархии ниже мужа, хотя ребенок с особенностями развития, мне кажется, если бы мой ребенок не был бы особенным, то он бы вообще получал еще меньше внимания матера. Потому что кроме гиперопеки над мужем, я еще стала мамой для бабруги, когда у той уже во взрослом возрасте умерла мат. В итоге, я поняла, что не знаю никакой другой любви, кроме материнской, потому что я ее не видела. А если видела, то преобразовывала в материнскую, как поступила с мужем. Мне кажется, что без моей опеки и заботы меня никто не будет любить, кроме моего сына, потому что он любит меня по умолчанию. По итогу, я имею интимное расстройство, ввиду неприязнь к интимной близости и постоянную жертву на собой гиперопеку над близкими, с которой я уже не справляюсь. Что я могу сделать в данной ситуации? Помогите. Ну, Александр, я думаю, что здесь, в общем-то, совершенно очевидно, что то, что вы можете сделать, это начать психотерапию. При этом, если качество вашей жизни снижается достаточно сильно, то я бы предложил, да, я бы допустил, точнее, в этом смысле, я бы допустил еще и обращение к врачу. Вот, вот, потому что то, что вы описываете, да, вот ваше поведение, это, ну, может быть еще связано с навязчивыми мыслями. Вот, то есть, если качество жизни у вас падает достаточно сильно, то имеет смысл обратиться к врачу по той причине, что, ну, при вашем состоянии, да, вот именно психотерапия, не медикаментозная, вот, она может не быть эффективна для вас. Вот, ну, опять же, это просто пока мои предположения, я не знаю, как, ну, на самом деле обстоят глаз, потому что, вот, это нужно выяснять, да, это нужно исследовать, исследовать в первую очередь, вот. То есть, на данный момент, пока, история такая. Дальше. Что вы можете сделать? Ну, если прям вот на практике, да, на практике, что вы можете сделать, то я бы не спешил менять свои действия. то есть, я бы не спешил обращать внимание на то, чтобы полноценно менять свои привычные поведенческие модели. Вот, это и сложно вам будет, если вы привыкли так жить всю жизнь. Вот, это будет для вас морально тяжело, вы будете находиться в стрессе, и в итоге вполне возможно, что не только себе не поможет, да, но и вообще сделать себе еще хуже, вот, а то и можете, в принципе, даже отращение какое-то выработать к другой, ну, к другой модели поведения. Вот. Я бы предложил бы вам с точки зрения того, с чего можно начать. Я бы предложил вам для начала просто начать говорить о своих чувствах. То есть, например, вы, допустим, подносите, вот, как вы сами говорите, да, еду своему мужу, вот, потому что только вы можете, только вы знаете, сколько нужно добавить майонеза, как вы говорите, да. Вот. Соответственно, вы это делаете, вот, и говорите своему супругу о том, например, что вы чувствуете, когда это делаете вы. То есть, вот, что вы, ну, что вы ощущаете, вот, то есть, как вы, вот, счастливы, несчастливы, если вы, ну, в этот, вот, в этот момент нравится вам это или не нравится. Да? То есть, вот, как-то говорите о том, что с вами происходит. То есть, начинайте обсуждать. Вот. Потому что одни и те же действия, будучи по-разному обличенными, скажем так, в коммуникационный контекст, создают совсем другое восприятие. вот, нежели, чем оно было бы, если бы вы все делали, например, как, как обычно. Вот. Поэтому начинайте просто говорить о том, как, как вы себя чувствуете, как, каково вам, когда вы это делаете. это первое. Второе. Я бы сказал, что я вот сейчас стараюсь подумать, как вам, скажем так, ну, как вам наилучшим образом постараться донести свою мысль. речь идет о, в частности, злости на вашего отца, который вы себе в чистом виде, равно как и обиду на него не разряжается. Вот. Это, ну, это как бы с одной стороны. С другой стороны, вы говорите о том, что он никогда не говорил, что любит вас. И, в общем-то, из этого вы, судя по всему, делаете вывод, что с вами что-то не так, что вы какая-то не такая. А вы такая, в первую очередь, потому, что запрещаете себе свои чувства. Вот. Запрещаете себе свои эмоции, обиды, вот, и так далее. То есть, это и определяет по большому счету как раз. То, как вы себя чувствуете. Что вы говорите, что вот без моей заботы, да, меня никто не будет, там, условно, любить. Вот. То есть, вы не ощущаете свои ценности. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, почему вы не ощущаете своей ценности. Потому, что вы запрещаете себе свои эмоции, значит, запрещаете себя чувствовать. Вот. У этого есть как бы причина. причина. Далее, вы говорите про то, что ваш отец эгоист, и говорите это, ну, в общем и целом с негативом. Вот. У вашего отца проблема не в том, что он эгоист, а в том, что он так же, как и вы, эээ, нуждается в любви. Вот. Алкоголизм это про потребность любви. А, ваша история, это история про созависимость. Созависимость. И, здесь, ээ, следующий очень важный момент, ээ, чтобы вы прочитали про созависимость. Это неумение жить для себя. Это игнорирование своих интересов. Это попытка, значит, вот, реализовать, реализовать свою, значит, ценность. Вот. А, а, через, через, эээ, других людей. Но, не через себя. Не через то, что вы хотите самым. Вот. А, ваша главная цель, это обслуживать других людей. Игнорируя при этом себя. Себя, эээ, эээ, саму. Вот. Вот вы пишите о том, что, эээ, значит, вы пишите о том, эээ, эээ, мне кажется, что без моей опеки и заботы меня никто не будет любить. А вы задавали с вопросом, эээ, откуда превращает, эээ, такая потребность в том, чтобы вас любили. То есть, за счет чего вам так нужно, чтобы вас, эээ, любили, любили. Вот. Что, эээ, что определяют, скажем так, эту потребность. Вот. Вот это очень важный момент, как мне кажется. И с этим вам, эээ, ну, необходимо разобраться. Конечно. То есть, вы, судя по всему, внутри себя очень сильно обесцениваете. Вот. И в первую очередь это вопрос, эээ, как, как мне, как мне, эээ, каши, как мне думается. Это вопрос, вот, запрета на, эээ, эээ, испытывание чувств по отношению к маме. То есть, вот, потеря мамы, это празма, празма, вот, и боль к, эээ, отцу, потому что, эээ, это очень большая часть вашей личности. Вот. Как-то так. Эээ, что касается интимной, эээ, эээ, сферы, то, конечно, в этом смысле, вам нужна, эээ, на мой взгляд, эээ, помощь, эээ, сексолога, эээ, эээ, ээээ, ну, ну, в первую очередь, нужна помощь, ээээ, сексологам, если у вас имеет место быть, ээээ, 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 расстройство в интимной сфере. Но, мне кажется, с точки зрения психологии, что, эээ, речь может идти о проблеме, о проблеме доверия, доверия. Вы говорите, что вам это неприятно, в интимной сфере. А, подробнее, расскажите, что значит, ээээ, что значит, вам она, неприятно. То есть, если неприятно, то, чем? То есть, что вам в этом неприятно? Вот, совершенно очевидно, ээээ, на мой взгляд, что, ээээ, ээээ, так было, не, всегда. То есть, ну, не всегда было, ээээ, так, что, так, что, она вам, была, неприятна. Вот. Значит, ээээ, что-то изменил. Ээээ, вот, ээээ, вот, ээээ, который я, ээээ, хотел бы вам задать. Он в том и заключается, что изменилось. Но, ээээ, в целом, глобально, это, проблематика доверия к себе. В первую очередь. В первую очередь. Доверия. Ээээ, ээээ, и не доверия другим людям. То есть, вы не доверяете ни себе, ни другим людям. Вам сложно вступать в близости, а без близости, как бы, эээээ, сексуальные отношения не приносят никакого удовольствия. Напротив, вызывает ощущение дискомфорта, потому что вы зависим от другого человека. Так. Дальше. Ээээ, опыт, вам необходимо учиться, ээээ, получать. Опыт, эээээ, того, когда вы находитесь во власти другого человека. Проще всего это сделать через массаж. Вот. Либо это ваш муж может вам делать массаж не интимный. На таком случае скажу, что не интимный. Не интимный. Вот. Начинать в любом случае нужно не с интимного массажа. Вот. А массаж лечебный, либо расслабляющий. Вот. И, ээээээ, значит, просто вот, эээээ, позволять себе чувствовать этот опыт, когда вы лежите, а вам делают массаж. Вот. Эээээ, существует еще один, эээээ, еще одно упражнение, которое можно использовать, использовать, но об этом пока что говорить, я считаю, не целесообразно, потому что нужно сначала поговорить с вами и, возможно, с вашим мужем тоже. Вот. Такая вот история. То есть здесь играется все первое в отсутствие опыта и в вашу личностную тенденцию к обесцениванию себя. Вот. Ну а что касается поведенческой модели, то родительская позиция происходит из догмы, то есть так надо, так правильно. Вот. Здесь я бы спросил, а что будет, если еду подадите не вы, да, то есть вы будете, ну, например, вы будете чувствовать себя не нужны. То есть, на мой взгляд, это проблема нужности, как будто бы. Вот. Да? Но что произойдет, если, вот, если еду, да, подадите не вы. То есть что будет, если, ну, там, нужное количество майонеза, да, ну, не будет. Вот. Что произойдет в этом случае. Вот. То есть есть такая вот обесценивающая в данном случае тенденция. Вот. И с ней нужно работать, конечно. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует...